Привет из Москвы! Сегодня мы в Свидлово. Немножко поговорим о годовских вспышках T685 и T600. Ну, в конкретно данном приложении для Sony. Поехали! Итак, это накамерные вспышки в своем простом мануальном исполнении и в TTL-ном, более продвинута в автоматическом. Их цена крайне демократичная, где-то порядка 70 долларов за мануальную и, по-моему, 120 долларов за TTL-ную. Что вкратце, они обладают всеми базовыми функциями, необходимые для нормального человека, то есть обе могут работать в мануальном режиме, имеют встроенный радиосинхронизатор как бы проприетарной годоксовской системы. Они обе работают в режиме высокоскоростной синхронизации. Отличие, в первую очередь, в том, что T685 могут работать в полном TTL и как мастер, и работать с камерой. Ну, грубо говоря, сегодня мы так сильно в технические детали вдаваться не будем. Что мне в них нравится, кроме цены? В принципе, достаточно прочный конструктив, достаточно приятный на ощупь пластик, достаточно необычное решение блока, закрывающего батарейки. То есть, по моему опыту, обычно, когда вспышка падает, первое, что происходит, открывается батарейный блок и все аккумуляторы радостно разлетаются по всей комнате. В этом случае у меня пока все аккумуляторы оставались на месте. Еще хотелось бы заметить, что на T685 используется стандартный соневский башмак, новый стандартный соневский башмак. В целом он, конечно, высокотехнологичный, но мне, честно говоря, не сильно нравится его пластмассовость. Для съемки в уличных условиях, когда вспышки частенько падают, я подозреваю, это будет одно из слабых мест вспышки. Еще таким хорошим фактором является, что голова вспышки поворачивается 180 градусов в обе стороны. Это достаточно удобно. В отличие от каноновских, конечно, топовых особенно фиксатора нет, который фиксирует ее намертво, но на практике я ни разу не сталкивался, чтобы это было какой-нибудь проблемой. Обычно я сюда ничего особо тяжелого не цепляю, а то, что легкое цепляется, оно в целом нормально держится на стопере автоматическом. У T600 башмак железный, в отличие от проприетарной вспышки, сделанной для Sony. В этом она чуть-чуть понадежнее, конечно. Хотя все равно, когда я одевал Strobius и крепил всю эту конструкцию посредством башмака, я наблюдал визуально даже уже некоторые люфты, мне было откровенно страшно за башмак. Лучше так не делать. По поводу функционала из удобных мелочей, например, в мануале они регулируются от полной мощности до 1 128 и могут выключаться. Это бывает удобно. Чтобы, например, вам надо выключить спрятанную у вас где-нибудь вспышку, вы ее по мощности отключили. То есть меньше 128 как бы. И это такая приятная, удобная мелочь. Они, естественно, работают во всех режимах по импульсу, по импульсу с пропуском предпыха, как просто мануальные. Что еще я заметил при длительном использовании 600? Странный такой не сильно приятный фактор. Когда снимаешь в режиме высокоскоростной синхронизации, почему-то система камеры решает, что она быстро перегревается. То есть, допустим, я сделал 10-12-20 кадров, вспышка включает режим перегрева и соглашается срабатывать где-то раз в 10 секунд. Это крайне неудобно, но можно выключить, конечно, вспышку. Ее отпустят. При этом она не нагревается ни в районе, собственно, самой лампочки, ни в районе батареек. Поэтому для меня такое поведение несколько удивительно. Когда снимаешь в режиме обычной синхронизации, снимаешь спокойно в быстром темпе на 1,4, 1,2 режим перегрева не включается. Это странно. Я не могу точно сказать такое про 685, я ее три месяца не мучил пока. Сегодняшние тесты короткие, механические, подобного не показали. Система радиосинхронизации в целом обладает всеми необходимыми функциями для базовой струбистской работы и в целом достаточно удобным, но достаточно простоватым интерфейсом. То есть три кнопки, три строчки простого жидко-христилистового экранчика, одна крутилка и тест как бы. И в этом все. Что могу сказать по поводу конкретно реализации для Sony? Очень сильно удивило, что совершенно не работает подсветка автофокуса на синхронизаторе. Она есть, но она почему-то не работает. У меня есть точно такой же синхронизатор для Canon. Там все отлично, то есть там он сильно выручает. С Sony то ли я еще не до конца не внимательно прочитал инструкцию китайскую, то ли подсветка просто не работает. Еще у соневского варианта чуть-чуть более удобный интерфейс, что меня немножко удивило, потому что в целом они абсолютно идентичны. Забавным фактом лирическое отступление является то, что совместно с Godox себе радиосистему сделала такая широко известная в узких кругах контора как Broncolor или Broncolor, как там правильное ударение ставится. Одним из важных факторов вообще положительно влияющих на эту систему является ее универсальность. Почему, собственно, она так хороша? То есть имея синхронизатор-пускач для своей камеры, это на данный момент Nikon, Sony или Canon, вы можете работать с мануальными вспышками такими, с TTL-ными вспышками в режиме TTL, с большими вспышками. Это только от Godox. Когда у вас есть приемник от этой радиосистемы, можно подключить Canon вспышку, она будет работать с Sony, управляться с камерой, ну, через синхронизатор, но, к сожалению, не будет работать в TTL- режиме. Это, конечно, была бы уже большая наглость, но вот так и есть. Но с Canon, Canon вспышка работает в TTL-е нормально, с Sony вспышка работает в TTL-е нормально. В этом плане никаких претензий. На этом, пожалуй, короткий блиц-опрос мы окончим. Это был такой, можно сказать, эксперимент внезапный. Спасибо за внимание. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok